Всем привет! Вы на канале Семья Багдасалян, с вами Эдгар, Оль и Лена. Лена подруга Оли, приезжает периодически к нам в гости. Лена у нас диджей, вот если кто не знает, да? Да, она миксует котлетки. Лена Фиш, она играет в Огне Уфы, во многих всяких разных клубах, опыт большой, так что если захотите послушать Лену, добро пожаловать в Тинькофф. Вот и Лена приехала, вот сейчас там, видите, микс. Этот сет называется котлетки. Котлетос, как котлетос. Поставь лайкос. Короче, мы сейчас загоняли, также когда Лена приезжает, мы в тысячу лет один раз все вместе можем попить, например, лимонад, апельсиновый, потом барбарисовый и еще взяли, короче, пиво, да, бархатное. И к пиву, в общем, решили взять еще рыбки. Покажу сейчас, что почем. Это у нас филе горбуши, вес полкило, 498 рублей, килограмм стоит 900. Прикольно такая горбуша, холодного копчения. Короче, две штуки такие взяли, потом филе форели тоже холодного копчения. Цена 1900 килограмм, вышел на 560 рублей. Такая прикольная вот эта. У нас там магазинчик есть такой, главпивторг называется. И у них сейчас по-новому они открылись, очень круто выглядит там все. Есть еще косичка вот такая, сделали с аджигой. Первый раз такую пробую, запах такой очень прикольный. Вот, а сколько стоит? Вот такая косичка 290 рублей. И еще сыры деревенские, спагетти в ассортименте. Тоже вот это, что-то там 190 рублей что ли. Вот так. Взяли еще помидорчиков прикольных, мясо. Завтра будем делать шашлычок. Вот. Два разных варианта в виде, как обычный, шашлык и еще вот стейки. И мясо, кстати, разобрали, да? Мы там в три магазина заехали, что-то везде прямо это перед 1 мая. Сегодня 30-е, завтра до 1 мая, да? 31 же нет? Да, завтра 1 мая. Короче, все разобрали. Вот. И сегодня выходит еще там новость, я только что прочитал. С 1 по 11 мая будут сильнейшие магнитные бури. Ожидается мигрень. Все плохо, да? Типа, за последние там столетия такого не было. То ли они имели в виду про просто Россия бухает, то ли реально про магнитные бури. Вот. Ну или народ забухает, значит, наверное, в России танцевать одновременно. И там буря начинается, наверное, на земле. Если народ забухает, там уже на головную боль все равно. Да, да, да. Всем пофиг на эту головную боль. Головная буря у других будет, если не забиться. Это для салатика. Еще чего-то там Оля набрала. Вчера нагуляли, и меня с соседей пригласили на шашлык. Там у них бомбический шашлык, который получился вкусный. И сказали, рецепт, записывайте. Нужно перемолоть помидор, лук, соевый соус, ну там, соукелец, розмарин. И вот в этом маринаде подержать там сколько-то. Они там больше 3 часа удержали. И вот они сделали свиную за эту шейку, и вообще прям мы кусали, и мясо прям вахту саяло. И Оля захотела тоже так же. Но, к сожалению, не продают мясо в чистом виде. Все разобрали. Есть вот такой вот вариант. А, кстати, нам тут в подарок капусты положили, смотри. Мы подождем, когда праздники закончатся. Да, потом будет капусточки. На улице сегодня жара. Очень-очень жарко. Что-то плюс 25, плюс 27 даже. Уже все зелененькое такое прикольное ощущение. Такие классные запахи на улице вовсе. Все цветет. Просто балдеж. Ну, сейчас мы, наверное, посидим на улице. Рыбку покушаем и пиво попьем. Тысячи лет один раз. Можно себе позволить. Последний раз мы что-то пили, наверное, на Новый год. И тут так, по мелочи. В общем, не будем отставать от людей. И тут в этом году, кстати, сосны прям интенсивно в рост идут. Вот эти вот свечки вот каждый день, вот каждый день растут. И где-то вырастают около метра за сезон. Вот это вот и вот это. Это были предыдущего года. И в этом году тоже еще сосны, короче, подрастут. У нас получается здесь очень красивые такие деревья. Особенно вот это дерево. Вообще бомбическое дерево. Такое новогоднее. На Новый год будем, наверное, эту, ну, можно сказать, елочку новогоднюю украшать. Не рубить, а вот прям живую украшать. Все. Природу портить не будем. Вон уже луна видна. Одинокая луна. На карнизе за окном. Вот такие вот дела. Сейчас Олю с Леной быстренько котлеты делают, пока не выпили. А то потом все будет криво и косо. Потом будем кушать кривые котлеты. Будет все как попало. Сейчас получается делают гречку. Что там еще? Котлеты и гречка, да, Оля? Сейчас. Получай, а как мы? У нас еще и драники остались. Я сейчас не делала. А, драники ты делала? Да. Что я пропустил? Да. Все пропустил. Все поели. Да? Да. Даже Майя заценила. Я ролик снимала, кстати. Рекламировала там наш блендер новый. Офигительно блендер, вот честно, от души всем советую. Вот этот? Да. Там еще у них фирма этой же лопаточки есть. И по цене, кстати, недорого выходит. И потом надо будет распаковать. У меня с лопаточкой вам пришли, тоже показать. Лопатки. О-о-о. Все по красоте. Да, надо лимонад попробовать. Вот видишь как. Выбирай. Не-не-не-не-не-не-не. Разливные лимонады делают. Офигенные. Давай будем сейчас или нет? Или сделаем? Не знаю, может завтра? Сейчас кто будет кушать? Я не знаю. Завтра я. А сейчас рыба, его на пиво. Это пахнет хорошо. Все прям с шашлычком. Да, наверное. Я сейчас взорвала. Шашлын-дос. Шашлын-дос. Очень вкусно. Вот сейчас делают паприкой, посыпают. Это аджига похожа. А, да, аджига. Ну. Так, это прикольно. Ну. 1 мая. Всем привет. Вы на канале Семя Багдасалян. Привет. С вами Эдгар и Эдвин. Сейчас мы будем делать шашлычок. Вот. Вчера мы купили мясо. Тут у нас шея и карбонат. Все. Мы уже готовы, замаринованы. Хотели взять, сами замариновать. Но в итоге нигде нету. Все разобрали к 1 мая. Мы еще хорошо, что вообще что-то успели взять. Во всех магазинах отсутствует мясо. Прям в этот раз разбор был. Также мы сейчас будем тестировать новое шампура. В прошлом году купили. Вот. Что у нас такое? Форестер какой-то. С деревянными ручками. Сейчас Эдвин потестит. А? Да? В Метро покупал, короче, набор шампуров. Типа гарантия 3 года. У многих шампуров проблема. Вот эти вот ручки начинают крутиться, шатаются, а потом просто ломаются. Посмотрим, как здесь. Мы будем делать на нашем гриле, но не сам гриль включим, а в гриле мы положили, у нас есть коптильна, и она очень похожа на, ну для шашлыков делать. Как раз удобно, и там размер, ну буквально вот столько не хватает, может два мяса, по четыре мяса тогда делай кусочек. Так, потрогровать? Нет, нет. Четыре кусочка, а там уже... Стрелять только. Решишь как. Делай, делай, все делай, один фиг все делать. Ну тут и. Ну еще один давай кусочек. Ну так-то. Может быть и хватит это, если что, пересадишь на другое. Ты когда делаешь, по-мягкому делай, не упирайся в этот. Вот, да. Отличные кусочки, вкусный запах пошел такой, да? Ну, пахнет чуть-чуть. Ну. И старайся делать так, вот, найди самую длинную часть, вот, например, когда делаешь, вот так вот делай, и по самой длине, чтобы мясо было вот ровно. Это через сало тогда делай. Так? Угу. Ну. Вот подлиннее. С мягкого начинай, чтобы легче было. Так, тут сложи, наверное. Да-да, все это складывай, все подряд делай. Я буду вот так. Да? Ну, чтобы делать так, чтобы ничего не разваливалось. Если в длину, значит, в длину. Чтобы можно было. Через мягко сначала пройди, да, вот, собирай как бы на шампур. Может так вот наискость как-то, да. Вот такие вот у нас получаются шампура. Это можешь собрать как-то даже, Эдвин. Как бы сложить, да, наверное. Может, знаешь, как, смотри, подожди. Сложил, отсюда зайти и туда. Да, вот так получится. Нет? Вверх и еще... Нет. Прямо вначале сюда пробить, а потом сюда. Прямо вверх пробей. Или оно жестко, да, что-то идет. Ну, или вот так, да. О, да-да-да, нормально. И у нас еще есть вот такое мясо. Это у нас уже как стейки идут. Стейки тоже, наверное, так пожарим, да? Угу. Может, этот... Три штучки сделаем так. Давай. И три так. Из них прям сок утикает. Ну вот, хорошо. И давай три штуки. Одну руку чистой держи, чтобы эти чистые были, да. О! И тут две. Бомбический стейк. Прям насквозь делай, да. О, ништяк вообще. Прям. Прям через серединку постарайся. Вот прям лови этот. Не, назад верни. И прям середину делай. Прочувствуй, как идет. Чувствуй шашлык. Да. Чувствуй шашлык. Во! Вот сюда можно два кусочка сделать. Ага. Офигенно. Ты начинай с мягкого. Вот где мягкое, оттуда, да. И прям серединку лови хорошо. Вот. Чтобы не вылазил шампур. Нигде. Да, все. Не стирай, не стирай. Ты вот все стираешь. А, да? Конечно. Зачем стираешь? Ну, все, все. Не надо так. Ложи. Вот надо стараться, знаешь, вот прям серединку ловить, чтобы прозрачности не было. Чтобы не сгорел шашлык у тебя потом. В этом месте. Теперь все занусь, да. Не, не. Просто сразу делай, старайся нормально. Не торопись, а прям медленно лови момент. Ты начало зажимай, чувствуй, куда ты ее проталкиваешь, а потом тоже только дальше. О, пошел. Дальше. Вот все. Протолкай вот это, потому что там местнее будет. Вот так. Сверху положу. Вот так. Сверху. Сверху. Да, ты. Сверху. Пока сделаешь тренировку, и последний кусочек, как раз шампуры готовы, потом пойдем уже угольчики, не, вышел-вышел, назад вернись, чуть-чуть назад и вот же видно, назад вернись, назад и вниз опустишь аж этот шампур, да, иди, и в мясо там, ветер. Все, руки мои, и теперь пойдем... Сейчас мы подготовим, Оля там с своей подругой приехала вот в госе Лена, рассаду там рассаживают в теплице, а мы шашлын дос. Подготовь сначала, что-то поджигать собрался. Достали гриль после зимы, надо будет потом его конечно помыть, чистку короче сделать максимальную. Но сейчас по-быстренькому сделаем шашлычок. Там у меня немного газа, поэтому не буду делать стейки как обычно, потому что сетка вот эта вся грязная. Сначала все нужно будет прожечь, потом зачистить. А сейчас решили сделать вот таким вот образом на углях. У нас есть коптильня, посмотрим что из этого получится. Короче насыпем сюда угля в коптильню, и там это все дело разорвем, и здесь будем делать сейчас вот эти куски. Куски такие большие, да? Кипец, мощные конечно. Ну давай, давай еще чуть-чуть накидай. Ну-ка. О, все, хорош наверное. Надо как-то наверное чуть-чуть здоровенные кусочки. Да? Куски здоровые какие-то. Может быть их сначала раскалить получается, а потом... Да. Там жидкости, возьми чуть-чуть полей. Там же, да? Там нет, в беседке лежит. И надо сейчас мне проверить, у меня гриль вообще включается или не включается. О, есть, газ есть. Снизу мы тоже наверное поможем, если что. Что как? Короче, если не хватит, ну с углем что-то пойдет не так, мы снизу газ включим и тут температуру в любом случае будет. Чуть-чуть полей, много не надо. Все, все. Не уноси, поставь здесь пока. Вот. Вон туда надо ставить, там слетит это. И не так надо это ставить. Так? Да. Горит. Да. Да. Поджег еще, да, вроде. Вижу, пошла. Да делай, делай, ничего с тобой не будет. Что ты? Как говорится, не бзди, прорвемся. Ты спички-то дай прогореть. Здесь. Внутри держи. Сейчас. Что за движуха со спичками? Ты поближе, держи здесь. Коробок. Коробок здесь держи. Подожги спичку. Пусть горит. И потом поджигай. Вот. Тикток поколения. Давай. Оно уже вон разгорается. Сейчас разгорится. Куда же кинет можно? Да, да. Наверное, чуть-чуть еще уголька, да? Накидай. Пусть чуть-чуть осядет и будем делать. Куски большие. А посмотри, там еще упаковка есть. Может, там помельче есть, да. Эти кусочки, конечно, хорошие, но надо для нормального, обычного, углевого. Нет, такие же. Такие же. Ну ладно, давай еще накидай. Накидай. Нервно. Накидай. Пусть маленько. Погорит. Горит. Давай, давай. Сильнее. Еще. Большие куски, да? Все? Ну да. Куда выбрали? Ну ладно. Чуть-чуть тогда жидкости сделай. Пусть разгорится, маленечко осядет. Аккуратненько сделай, убирай. Вот так. Не брызги, а вот так вот. Оп. И убираешь. Оп. И убираешь. Потому что, если будешь держать, пойдет по этому. Понял? По струе пойдет. Раз и убираешь. Раз и убираешь. Вот. Руки в этом. Че? Руки в этом. Ну. Сейчас разгорится, чуть-чуть осядет и в принципе можешь уже жарить. Попробуем. Получится у нас вот в этой коптильной сделать. Там просто нету поддува. Может знаешь че? Можно эти включить наверное чуть-чуть. Пускай этот снизу тоже огнем маленечко. Поможет углю разгореться. А потом уже сделаю нормальную чистку. Все и будем делать уже как нормально. Вот стейки мы делаем. Беседку тоже нужно будет почистить. Здесь у нас за зиму слой пыли. Тут у меня каждую весну вот такая история. Потому что я подготавливаю систему полива. Где-то что-то лопнуло. Переделать. Вот. Вот. И потом это все убирается, зачищается. Лишние всякие вот эти все системы полива убираются. На зиму я все сюда закидываю. И потом замоем, зачистим. Здесь вообще хочу печку сделать. Нормально. Такую для шашлыка именно. Вот. Чтобы на угле делать шашлык. И вот сюда какую-нибудь печку закажу. Организуем. И будет у нас несколько вариантов. У нас есть еще тандыр. В тандыре будем тоже делать. Вот он. Такой вариант есть. Есть гриль газовый. Есть коптильня. Вот. И обычный мангал. Нужно будет еще, кстати, взять какой-нибудь простой. И один построить все мангал. И чтобы разные варианты были. Все, я поставил шашлык. Процесс пошел. Шашлычок у нас готовится. Чуть-чуть подгорел сверху. Но надо было просто утоптать. Ну, в принципе, первый шашлычок. Эдвина. Да. Будешь постоянно делать. И научишься делать правильный шашлык. Тем временем. Что? Процесс идет? Да. Вот. Приведняющих пришел. Ох, ты-х ты-х ты. Ничего себе, сколько, да? Это все помидоры здесь? Угу. Офигеть. Если эти, сколько они так? И сейчас еще там череп будем сажать. Нет, нет, эти тоже потому что они же. Это живые, видно что живые. Вот еще здесь череп будут сажать. Вот эти череп? Там лучше подойдет. Короче, здесь пошли помидорки. А здесь так редко, потому что будут еще перцы. Угу. Ну, то есть поближе сюда. А там тот угол, пусть свет будет. Это ты сверху тоже спустила которые? Или еще на подаку? Сверху, да. Да? А вот это череп. Сейчас мы будем череп сажать. Череп не так много сажать, потому что это как-то, пожалуй, меньше нет. Ну, да. Короче, жара. Ништяк. Дождик, конечно, нужен. Пока что-то дождей нету. Если дождь пройдет, у нас еще все зеленее станет. Многие деревья ждут еще дождя. Ждут своего времени. Чуть позже запускаются. Но, в принципе, уже у нас такая зеленая обстановочка цветущая. Очень классно. И особенно оттуда запах шашлыка, когда идет по двору. Вообще бомбический. Очень классно. Прикольный, да, запах шашлыка еды? Офигенно такое ощущение. Ну, попробуй, сними. Одну сними, попробуй. Иди вон маму угости с Леной. И пускай они скажут вердикт. Две, наверное. Тогда снимай. Все? Угу. Ну, или попробуй сначала. Сам попробуй там. Ты ножик не взял? Ты лучше б тут не делал такие вещи. Это у нас место, Эдвин, для... Я потом... Нет. На этом вообще не делай так. Здесь чистое место, где лежать, отдыхать. А ты вот вон капнул, и все, и срать будет. Зачем так делаешь? Нормально. Ну, попробуй, иди маме дай попробовать. Смотри как. Попробовали, получился офигенный шашлык. Сочный шашлычок. Убийский, да? Убийский шашлык. Пой Window. Смотри как дверь, мошенник. поближе туда не капал у нас настолько жарко сейчас что шашлычок и здесь наверное будет продолжать жарится вот эту штуку надо было на нам перевернуть да вот это вот так следующий раз чтобы удобно было давай ставь ставь но тут я думаю офигенно получится хороший жар прям то что нужно сейчас будет шашлычок обалденно еще чуть-чуть и дымочек попробуй закрой закроется да да там прикроется нет попробуй прикрыть он не до конца но прикроете мнение просто пускай пускай так это копченая будет как коптится сейчас будет там прям ну да а так вообще перевернуть да так вот прикрывать и в дымку прям чтобы она коптила следующий раз вот эту штуку вот наоборот поставим так что если у вас есть вот такой вот гриль можно вот для копчения в принципе взять такую штуку мангал ну и превратить его в принципе вот мангал отлично получается на углях все нормально процесс пошел что пожарилось красненькая такое обалденно что чем сделал воля воля если на пришли на обед рабочий 1 мая до 1 мая не работает же вроде труд мая тогда у вас вообще все нормально все все пункты выполнили до короче сегодня задача и теплица воли с леной и покушать естественно какой вкуснее вот этот большой мне очень нравится а вот этот большой пункт попробуй большая я это сейчас доем вот этот кусочек вот попробуй Продолжение следует...